Всем привет, с вами я Роман и наш 32 выпуск в мире моделизма. Сегодня я хотел бы показать вам модель автомобиля в 24 масштабе. Это BMW M635 CSI в модификации группы 2. То есть это раллийный автомобиль BMW в так называемой группе B без ограничения помощности. Модель немножко корявая, конечно, но безальтернативная. Итак, глянем что у нас здесь есть. Коробочка выполнена из средней толщины картона, как мы видим уже от времени затертая. Скорее всего именно эту модель выпустили в конце 80-х, начале 90-х. Здесь мы видим вид на собранную эту же модель. А с другой стороны краткое описание на английском языке. Тут также надписи на кучу других языков. Русский среди них отсутствует. Посмотрим, что у нас лежит в коробке. Первое, что бросается в глаза, как всегда, это инструкция. Тоже здесь присутствует разное количество языков. Отсутствует только русский. Вот, но кто хоть немножко знаком с английским, я думаю, тот разберется. По крайней мере, в инструкции указано, что, какие детали, в какой цвет красить. Это, я считаю, большой плюс. Не все производители все-таки настолько заботятся о качестве сборки собственных моделей. Итак, здесь мы видим, как собирается модель. Вот, различные позиции в сборке. Я вам их покажу даже более подробно. Вот, и здесь окончание. Плюс сразу модель безальтернативна. Единственный у вас есть вариант, это купить модель BMW M6, которую я уже в одном из своих выпусков показывал, от фирмы Modelis, это перепак Академии, либо от фирмы Tamiya. Ну, тогда вам придется очень сильно повозиться, чтобы сделать конверсию декали. Декали дан минимальный набор, но здесь вот есть, в принципе, все необходимое. Я не знаю, эта модель сделана просто как фантазия фирмы Monogram, или все-таки был действительно такой автомобиль в такой окраске. Ну, многие мне, кем я советовался, говорили, что да, действительно такая машина была. Здесь у нас в отдельном пакетике лежит стекло. Тандартное монограммовское стекло, средней толщины, относительно сносной проработкой. Вот, в принципе, ну, пойдет, куда деваться-то. Опять что-то плохое или хорошее по этому стеклу я не могу. Так, сам корпус. Опять-таки, тоже не могу сказать насчет точности, насколько этот корпус точно отображает эту BMW, насколько он правильно выполнен. Ну, вот, когда я ставил корпуса BMW от Академии и вот этой вот рядом, в принципе, все абсолютно такой же, абсолютно так же совпадает. Поэтому, если есть какие-то неточности, то ближайшая альтернатива будет ничуть не точнее. Вот, здесь все проработано довольно-таки неплохо, хотя могло бы быть и лучше, но кто хотеть, эта модель, наверное, еще годов 80-х, если еще не раньше вышло. Так, второй литник у нас здесь, мы видим днище, видим элементы подвески, ну, есть намек на проработку, на какой-то рельеф, в принципе, если все это красиво покрасить, то, я думаю, получится очень эффектная модель. Вот. Третий литник у нас идет с хромированными деталями. Качество хрома, в принципе, неплохое. Вот, но я бы предпочел этот хром смыть и применить хромовую краску. Вот. Это было бы, как по-моему, намного лучше. Хотя это на вкус, на цвет, кому как нравится. Здесь мы видим еще один литник белого цвета. Кстати, пластик здесь, ну, по ощущениям, очень приятный, хотя напоминает китайскую игрушку, но все же. Вот, здесь мы видим, какая-то деталь уже отвалилась. Здесь у нас идет салон, капот. Вот, даже внутренняя часть капота проработана. Даже неплохо. Салон с довольно-таки приличной проработочкой. Мне нравится. Лично мне эта модель нравится. Модель-то сейчас, я не знаю, выпускается, не выпускается. Не могу вас ориентировать по средним ценам. Вот. Мне эта модель досталась за 700 рублей. Что-то составляло 10 долларов. Ну, модель редкая, и найти ее на просторах интернета оказалось очень-очень сложно. Вот. Модель я покупал с рук у человека. Так, ну, здесь видим элементы наружной обвески, плюс спортивное кресло пилота. Здесь, в принципе, вот этот основной литник, наверное, отличает гражданскую модификацию, а вот этой вот, ролильной. А здесь мы видим элементы двигателя, видим руль, видим выхлопные трубы, элементы подвески. Здесь все выполнено тоже с проработкой, более чем достойно. При должном уровне покраски, чуть перевожив руки, можно будет собрать очень-очень приличную модель. Вот здесь у нас отвалившийся передний бампер, решетка и радиатора, все тоже проработано. Конечно, сами прорези никак не выполнены на решетке. Довольно топорно все, ну, пойдет. Делаем скидку на то, что модель-то старая. А вот приборка. Ну, приборка выполнена, я вам скажу, очень хорошо. Приборка выполнена на порядок качественнее академовской. Честно, положа руку на сердце, мне она нравится больше. И вот еще какая-то отвалившаяся деталь. Последний элемент, это у нас резина. Ну, резина у нас дана неправильно. Все колеса даны одного диаметра, одной размерности, одинаковой ширины, что в корне неправильно, потому что на BMW, на тех абсолютно задние колеса всегда стоят крупнее, чем передние. По крайней мере, на BMW тех годов, честно, я даже с автомобилями в реальной жизни, я ни с другим не сталкивался. Ну, видим рисунок протектора, такой же, как на академовской модели. Ну, вот, шлина из очень грубой резины, ну, не знаю, может она уже от времени стала такой. Вполне возможно. Что могу сказать? Если вам когда-то перепадет эта модель, и вы занимаетесь 24-м масштабом, вам просто нравятся гуночные автомобили, покупайте, не раздумывая. Модель очень приятная. Я думаю, на просторах интернета, если хорошо покопаться, можно найти ее за приличную, пристойную цену. И, я думаю, данная модель доставит вам огромное количество удовольствия от сборки. Да, и, в принципе, поставить на полочку данный боевой прототип было бы очень-очень неплохо. На этом будем с вами прощаться. С вами был я, Роман, и наш 32-й выпуск в мире моделизма. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, вступайте в группу ВКонтакте. Всем удачи, всем пока.